МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самые актуальные новости города в эфире Первого Карагандинского. В студии работает Ирина Камышева. Здравствуйте. Коротко о главном. В одном из домов в центре города по вине коммунальщиков разрушается крыльцо. 35 молодых сотрудников полиции получили право называться настоящими полицейскими. Жители 16-го микрорайона жалуются на полную антисемитарию у себя во дворе. Жители одного из домов по улице Ермекова боятся выходить из дома. Все дело в том, что в многоэтажке разрушается крыльцо. Проводя ремонтные работы, аварийная бригада Караганды-СУ сломала подпорку лестницы. Теперь здесь образовалась трещина, которая грозит полным обрушением. Кто восстановит крыльцо, разбиралась Миром Гой Салкибаева. Вы посмотрите, как просело крыльцо. Грунтом засыпано, оно даст посадку. Опоры нет, железяки завалили. Стал бы вот эти. Вот это, черусного, они засыпали. Это что? В таком состоянии крыльцо многоэтажки стоит больше недели. По нему пройти невозможно. Чтобы никто не пострадал, рабочие положили туда большое бревно. Однако слишком поздно. Жители дома рассказывают, что на днях здесь упала женщина. Да так, что пришлось обратиться к врачу. Не допустим, не позволим, нет. Ну вот один раз уже было так. Вот они тоже разрушили, восстанавливают, ради бога. А сейчас она осадит, а потом травмируется кто-нибудь. Кто будет отвечать? К слову, аналогичная ситуация приключилась 10 лет назад. Тогда же бригада Караганды-СУ разрушила крыльцо полностью, рассказывают возмущенные люди. Восстанавливать строение пришлось со своего кармана самим жителям дома. Терпение карагандинцев кончилось, и они намерены идти до конца. На днях сюда приезжали сотрудники ДЧС, представители Акимата и сами коммунальщики, которые пообещали устранить проблему в течение двух дней. Вы меня простите, там опоры нарушены, блоки, которые держат крыльцо, упали. Вот они там. Крыльцо уже видно идет деформация, вот оно оседает. Они поставят блоки и уйдут. Потом это крыльцо рухнет, понятно, потому что посадку даст грунт. И кто потом будет ремонтировать? Это ведь мало того, что это большие деньги, ну извините, мы ремонтировали это крыльцо, уже собирали, но сейчас-то не по нашей вине. На месте работает бригада компании Караганды-СУ. Они пытаются засыпать в яму грунт и восстановить крыльцо. Однако одна из жительниц дома работы недовольна. Не надо мне вот это засыпать грунт, поставить сбоку блоки и все. По словам сотрудников Караганды-СУ, работы будут выполнены, как того хотят жители. Закончить обещают уже в ближайшее время. Сегодня ведутся работы по восстановлению половины крыльца по адресу Ермекова, 56. А именно, старые прогнившие плиты перекрытия, которые вот обрушились, а наша бригада демонтируется, будут завезены блоки и будет произведено цементирование. То есть крыльцо будет восстановлено в ближайшее время в том виде, которое оно было до ликвидации аварии. Миром Гульс Алкимбаева, Сергей Высокосов, Марат Культенов, 1-й Карагандинский. Чей двор самый грязный? Жители 43-го дома в 16-м микрорайоне жалуются на полную антисанитарию около их пятиэтажек. Майкудукцы уверены, самый грязный и зловонный двор у них. Мусор, порванные трубы и отсутствие освещения. Такие бонусы достались жителям после благоустройства по госпрограмме в прошлом году. Мы вас просим, просто умоляем, отзовитесь на наши просьбы. Будьте людьми. Старожилы 43-го, 47-го и 49-го домов 16-го микрорайона в весне совсем не рады. Ведь с потеплением двор окутал зловонный запах. Дышать здесь стало практически невозможно, жалуются люди. Горы из целлофановых пакетов, пустых бутылок и остатков еды. И все это буквально в нескольких метрах от жилых домов. Куда только не обращались карагандинцы. Мы вызывали архитектуру, кого только не вызывали. Никто ее просто даже не хочет сдвигать. В чем дело? Это вообще просто ни в какие рамки не влазит. Она все время вот так вот разлетается. Мы провели субботник. Все это гниет. Это просто невыносимо. Вонь. Это гарь. Это мусор. И наши дети этим дышат. Благоухающая мусорка – не последняя проблема в этом дворе. В прошлом году двор благоустроили по госпрограмме. Вот только работы строители не доделали. Асфальт не доложили, не провели освещение. Должным образом не обустроили детскую площадку. До торца, посмотрите, сделали асфальт. Вот здесь вот дальше, на самой мусорке, асфальт нам не проложили. Был зам Акима. Мы у него спросили, почему нам не сделали двор до конца. Не хватило денег. Засыпьте нам щебенкой. Собирайте деньги. Машина Галькис. Щебенки стоят 20 тысяч. Ну как это так? Все знают, но никто ничего не делает. А это озеро образовалось здесь после ремонтных работ коммунальщиков. После раскопок дорогу здесь в прямом смысле смыло водой. В глубокой луже застревают машины. Какой дискомфорт она доставляет людям, говорить не приходится. Порвалась, наверное, там же канализация труба, в которой вода идет, горячей воды нам. Вода, наверное, сломалась. Еле-еле в магазин зайду, не могу заходить туда. А никому не нужно. Уже снег нету, а воды есть. Они откуда появятся? Оттуда появятся. Ситуация усугубляется отсутствием освещения. Если уж днем невозможно найти сухой путь в потьмах, тем более. Приехали на машине, срезали фонари, спрашиваем, для чего вы их срезаете. Эти фонари вам не подходят, мы поставим другие. Все, уехали. Третий год уже. Третий год никаких фонарей, двор темный вообще. Сегодня жители Хрущевок просят местные власти обратить внимание на их проблемы. Мы очень просим нашего Акима, нашего Майкудука района убрать от нас подальше помойку. Невозможно. Детки маленькие, все это дышим. Белье повесить невозможно. Окна всегда в саже, дым всегда в наших окнах, в наших квартирах. Боже мой, когда же это прекратится? Когда же мы хотя бы немножко будем жить лучше? Ирина Камышова, Тулегин Рашидов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Прервемся на короткую рекламу. Оставайтесь с нами. Молочная фабрика «Натиже» представляет Новый продукт – ацидофилин. Бактерии «Акцидофилус» выводят шлаки, токсины, очень устойчивы к действию антибиотиков, восстанавливают и укрепляют иммунитет. Японские медики называют ацидофилин страховкой от рака желудка. «Натиже» с заботой о вашем здоровье. Как объяснить молодежи, кто такой патриот? Эту проблему решали на первом заседании молодежного дискуссионного клуба «Ерканбекыр». Первым гостем клуба стал казахстанский космонавт, герой Советского Союза Тохтара Убакиров. Все подробности у Сергея Высокосова. О патриотизме обычно говорят с высоких трибун. Глаза в глаза назвать себя патриотом не каждый сможет. Глубинный смысл понятия «патриот» закладывается на генном уровне, с молоком матери. Но если не культивировать патриотизм у каждого гражданина с помощью государства, суть громкого слова уходит на второй план, а снаружи остается одна патетика. Наконец-то в нашей стране в Караганинской области стали придавать большое значение патриотическому воспитанию молодежи. Но каждый сам для себя должен решить, кто такой патриот. На эти темы и дискутировали собравшиеся с первым гостем молодежного дискуссионного клуба «Еркынбекир» Тахтаром Аубакировым. Все очень просто, но и сложно в одно и то же время. Патриотические чувства – это, во-первых, вести себя достойно. Во-вторых, даже учиться хорошо – это тоже патриотизм. Ты патриот своего государства, своего народа, ты должен лучше всех учиться, лучше всех быть воспитанным, лучше всех работать. Молодежь должна стать двигателем энергии, питающей государственные начинания и программы, направленные на социально-экономическое развитие Казахстана. Горизонт реформ определен до 2050 года. Кому, как ни молодым, решать грандиозные задачи. Чтобы активизировать молодежь, управление по вопросам молодежной политики Карагандинской области и молодежное крыло «Жаз-Отан» и организовало дискуссионный клуб «Еркынбекир». Целью работы, заседания клуба является воспитание у молодежи казахстанского патриотизма. Это пропаганда национальных традиций, пропаганда настоящих духовных ценностей у молодежи. Клуб работать будет ежемесячно. Символично, что на первое заседание дискуссионного клуба пригласили первого космонавта Казахстана. Наш земляк Тахтар Аубакиров не понаслышке знает о патриотизме и о том, как порой трудно отстаивать честь и достоинство страны, которую представляешь. Ну и, конечно, не поздравить карагандинцев с наступающим международным днем космонавтики первый казахстанский космонавт просто не смог. Я думаю, что каждый житель Караганды может себя с гордостью притеснять к отряду космонавтов. Почему? Потому что со дня начала освоения космонавтики Карагандинская область всегда была причастна к освоению космического пространства. Недаром Караганду назвали космической гаванью. Это тоже очень патриотично. Сергей Высокосов, первый карагандинский. К другим новостям. Ограбили педагога. У молодого преподавателя одного из вузов города двое неизвестных отобрали сотовый телефон. Вот только далеко уйти с награбленным злоумышленники не успели. 7 апреля в юго-восточный отдел полиции обратился 27-летний мужчина, который сообщил, что его ограбили. Полицейские полка патрульной полиции, получив ориентировку с описанием грабителей, сработали быстро и грамотно. И по горячим следам задержали двух молодых людей. Грабителей поместили в изолятор временного содержания. Как было установлено в ходе расследования, одному из задержанных 18 лет, а второму 20. Оба они работали строителями и жили в одном доме. Доказать причастность молодых людей к совершению преступления не составило особого труда, так как вещественное доказательство сотовый телефон, оцененный потерпевшим в 17 500 тенге, был у них изят. Между тем, 35 молодых сотрудников полиции получили право называться настоящими полицейскими. В торжественной обстановке новобранцы приняли присягу на верность служения Родине по защите и спокойствия граждан. Уже традиционно, именно 10 апреля, на общегарнизонном построении, новички, поступившие на службу в органы внутренних дел, перед лицом своих товарищей и коллег принимают присягу. Они клянутся верой и правдой служить своему отечеству. Новых сотрудников тепло поздравил начальник департамента внутренних дел Карагандинской области, Мердлинбай Жаппаров. Надо помнить, что главные качества для любого полицейского – это прежде всего любовь к своему отечеству, высокая сознательность и чувство ответственности за выполнение своего долга. Молодые сотрудники выбрали сложный, ответственный, но благородный участок работы. Им понадобится вся выдержка, терпение и, главное, человечность. Работать им придется не на пустом месте, и об этом говорили ветераны органов внутренних дел. 11 полицейских получили свои первые офицерские звания. Сегодня для меня особенный день. Я вступил в ряды в Министерство внутренних дел. Теперь с этого дня я обещаюсь не подводить своих командиров, нести службу добросовестно. Присутствующие на торжественном построении родные и близкие смогли увидеть спецтехнику, имеющуюся на вооружении органов внутренних дел, и показательные выступления сотрудников СОБРа, полка патрульной полиции и подразделения спецназа «Урлан». Сергей Высокосов, Первый, Карагандинский. Информационно-пропагандистская группа продолжает свою поездку по районам Карагандинской области. За три года существования группы по правовому всеобучию в консультативно-разъяснительной работе приняли участие тысячи жителей региона. Сегодня представители департаментов юстиции и финансовой полиции встретились с жителями поселка имени Габидена Мустафина Бухаржиравского района. Жители поселка Мустафина встречи со специалистами департамента юстиции ждали долго. У сельчан скопилось немало вопросов по регистрации недвижимости, кондоминимуму, получению справок. На все обращения граждан были даны четкие ответы. Здесь же народ проконсультировали по правовым вопросам. Были даны разъяснения норм действующего законодательства. Поведали сельчанам и электронам правительстве, а также о том, как всего за 15 минут зарегистрировать любой вид документа с помощью сайта egov.kz. А еще правительство рассматривает новый законопроект, который обяжет все государственные органы оказывать любому обратившемуся к нему лицу бесплатную юридическую помощь в пределах своей компетенции. С новостью поделилась заместитель начальника департамента юстиции Нургулькин-Жибаева. Аким поселка считает подобные встречи полезными, ведь получить квалифицированную правовую помощь вдали от областного центра нелегко. Мое желание как Аким побольше таких встреч, потому что много вопросов возникает именно по регистрации, по недвижимости, вообще имущество. Многие вопросы задавали, приобретали имущество, а полностью документов нет. Получили полный ответ, консультацию. Мы также задали много вопросов, касающихся нашей работы Акимата. Тоже получили разъяснение от заместителя Нургуль-Нурписан. Я думаю, в дальнейшем будем плодотворно также встречаться. Ирина Камышова, Болжан Алипов, Марат Култенов, Первый Каргандинский. О новостях спорта по традиции Берри Копаров. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Alugal, Galvin, Hercule. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Alugal. Alugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Alugal это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легко в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Alugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Alugal. Сарая Арка вышла в финал Кубка Братины. В начале сезона это казалось утопией. Сейчас же это факт. В пятой игре серии с волжской арядой Акпарс хозяева льда, видимо, своей игрой старались доказать случайность одного поражения в гостях, вчистую переиграв волжский коллектив 4-0. В первой 20-ти минутке Максим Орлов с передачи Александра Васильева положил начало разгрому. Далее Сарочка продолжила увеличивать давление на ворота соперника, что вылилось в еще две шайбы, заброшенные Васильевым и Кокуевым, на 22-й и 40-й минутах встречи. А финальный аккорд исполнил Васильев, но на этот раз уже Алексей. Сразу после матча на миг зону вышел один из главных творцов яркого выступления караганинского клуба в плей-офф Дмитрий Цибин. Ну, Торос – хорошая команда, с хорошей физической подготовкой, играет такой силовой активный хоккей. Хорошая команда, достойный соперник. Также после прекрасной игры поделиться впечатлениями вышел директор клуба Орган Нигматуллин. Большой хоккей пришел в наш город. Вернулся в большой город после долгого перерыва. И теперь можно с уверенностью подтвердить. Большой хоккей успешно вернулся. Они знают вкус победы. Они в прошлом году стали чемпионами. Я был на седьмой игре в Тюмени, когда они выиграли. Они знают радость победы. Они будут к этому стремиться. У них очень хороший коллектив. У них очень хорошая играющая команда. У них игроки из КХЛ играют, пришли. Они говорят, что там где-то. Но они наоборот усилились. Андрей Павлович остался доволен своими подопечными и отдал должное сопернику по финальным баталиям. Действующему обладателю Кубка Братины, нефтекамскому Торосу. Сказал, что тут уж точно победит сильнейший. Но тут же себя поправил, намекнув на объективность судейских бригад. Если не будет подводных камней, если не будем играть пять против шестих. Пока же болельщикам родной команды можно гордо смотреть на турнирную таблицу, громко кричать фамилию игрока, забросившего шайбу, и любоваться зажигательными танцами нашего словацкого любимца Владимира Ковача. Это все новости на сегодня. Напоминаю, телефон новостной службы 1-го Карагандинского 42-06-49. Еще больше новостей на нашем сайте, адрес на экране. Смотрите на завтра в это же время. Всего доброго. Саубонсдар. Субтитры подогнал «Симон»